Здравствуйте, меня зовут Пётр, и сегодня я приехал, чтобы помочь Ивану доработать стенд. Моя задача будет состоять в том, чтобы ту энергию, которая раньше выбрасывалась, вернуть обратно в испытуемый мотор. Сразу могу сказать, что это не вечный двигатель. Наша система будет состоять из простых вещей, а именно диодного выпрямителя и трех DC-DC преобразователей, переделанных из блоков Toyota Aqua, которые находятся вот здесь у меня. Мощность, которую мы получим на этом валу, мы сможем передать в электрогенератор. Электрогенератор вырабатывает переменный ток, далее он попадает в блок выпрямления, выпрямляется в постоянный, но напряжение на нем намного ниже, чем на испытуемом моторе, и нам нужно просто его поднять. Поднимать, соответственно, мы будем с помощью DC-DC преобразователей. Но не просто поднимать, мы даже можем регулировать ток, который он будет помогать крутить вот этому двигателю. У нас есть сейчас пока небольшой пультик, в будущем, скорее всего, мы сделаем систему управления этим стендом, которая позволит электронно управлять нагрузкой. То есть мы можем создать нагрузку в 20 ньютонов, в 30 и так далее. Цель нашей доработки – это избавиться вот от этих грабморских блоков, которые ранее создавали нагрузку на вот этом валу. И вот эту энергию, которая раньше уходила в тепло, мы преобразуем обратно в электрическую и заставим питать испытуемый мотор. Сейчас я отсюда уйду. Вот это вот мост надо еще. Да, да, да. Ты что-то не хочешь? Ну что, у нас удалось скоммутировать стенд. Мы сейчас запустили 3 DC-DC преобразователи и сможем сейчас испытать наш мотор. Монтаж блоков закончен. Сейчас система находится под напряжением. Сетевое напряжение составляет 295 вольт. Она выпрямлена с развязывающего трансформатора. Контроллер сейчас под напряжением. Сейчас мы будем раскручивать вот этот двигатель, а вот этот генератор будет создавать тормозящий момент, который мы можем изменять. Да, Ванька? И мы увидим ток, который вырабатывает эта система. Сейчас мы замерим напряжение на питание нашего контроллера. И оно составляет 291 вольт. Напряжение сейчас поступает с трансформатора, выпрямляется диодным мостом, и мы получаем этот номинал. Сейчас мы создаем максимальную нагрузку на валу и запускаем наш испытуемый двигатель. Нагрузку можно снять. Потихонечку уменьшить. Двигатель сейчас вращается на 3000 оборотов. Нагрузка на валу 24 ньютона на метр. Мощность на валу составляет 8 киловатт. Сейчас мы сделаем замер тока нашей системы, которая регенерирует все это. Ток составляет порядка 25 ампер. Это то, что система вернула. И сколько общее потребление? 38 ампер. То есть, если мы 38 выщем 25, мы получим ток, который мы израсходуем из сети. В данной установке сейчас нет резисторов, и нагрев сбрасывается вот на данный радиатор по водяной системе охлаждения. Мы запустили систему, и она достаточно показала хорошие результаты. Нам удалось создать нагрузку на валу и регулировать эту нагрузку. Также хотелось бы сказать, что поскольку теперь у нас есть возможность электронно изменять как нагрузку, так и мощность двигателя, у нас появилась возможность довести это до полной автоматизации. Поскольку у нас есть выходы с датчика момента, есть выход мощности, управление нагрузкой и управление двигателем, можно даже написать какой-то софт, вплоть до испытания двигателя с нажатия одной кнопки. То есть программа, которая будет прогонять двигатель во всех режимах разных, мерить его КПД, мощность, и делать, собственно, графики и результаты. К сожалению, вечный двигатель у нас не получился, так как, сами видели, что система при 8 кВт на нагрузке выдает ток порядка 25 А при напряжении 290 В, а потребляет контроллер 32 А при напряжении 290 В. Но я думаю, что тут можно сделать простой подсчет и понять, что КПД, которое теряется в тепло, механическое преобразование, он жрется с розетки. Ну а на этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ждите продолжения. Всем пока. Друзья, ну а подробная информация, как переделать инвертор от Toyota Aqua в такой повышающий DC-DC преобразователь, будет на канале Время инженера. Ссылочка в описании.